О чем мечтают дети? О новых игрушках, хороших оценках, о путешествиях или домашних питомцах. В семье Николаевичевых все гораздо прозаичнее. Эти ребята мечтают о своей собственной кровати. У Виктории и Владимира 10 детей, всего одна спальная комната. Те, кто постарше, спят вольтом, младшие в колыбельках. Но места не хватает все равно, поэтому двоим ребятам приходится ночевать в комнате, которая планировалась как душевая. О том, что здесь должны были справлять нужды и удовлетворять потребности, напоминает раковина и унитаз. Здесь у нас первоначально предполагался санузел, ванна большая, возможно, джакузи, душ. Но вынуждены были разместить спальные места из-за нехватки жизненного пространства. Малыш у нас как раз спит, годоваленький здесь. И здесь старший, кто за ним ухаживает, укладывает его. Унитаз к канализации, кстати, не подключен. В доме ее нет. Только выгребная яма. Соответственно, банный день раз в неделю. Удобство в дворе, как говорится, на улице. Помочь подвезти канализацию к дому, а мастера подсчитали, это примерно 300 тысяч рублей, семье никто не может. Бюджетные средства на это тратить нельзя. Собственных у Николайчевых нет. Экскурсия по дому получилась короткой. Нечего особенно показывать на 70 квадратных метрах. За этим столом все вместе не удается нашей семье собраться. В две, в три очереди кушаем. Заходим, потому что здесь максимум пять человек усаживаются. Поэтому всей семье проблематично собраться за одним столом, за большим. Проводим эксперимент, зовем детей и просим уместиться за обеденным столом. Глава семьи не преувеличивает, мест не хватает, даже если сильно прижаться и по-семейному обняться. Но маленькую кухню еще можно стерпеть, а вот отсутствие какого бы то ни было личного пространства, увы, нет. Неудобно. А что неудобно? Когда я сплю, сиража вот здесь лежит, он раскладывает ноги, мне придется стесняться. Улечься спать быстро не получится, хотя процесс уже отлажен по секундам. Сначала старшие занимают второй ярус, младшие – нижний. Живут все в одном режиме, и маленькие, и взрослые. Уроки делать негде, телевизор лишнюю минуту не посмотришь. У нас двоюродных, у них семья тоже шесть человек, и у каждого своя комната. У каждого кровать, тумбочки, у каждого все свое. А у нас тут общая комната. Виктория не работает, женщина уже 13 лет в декрете, и вся семья держится на Владимире. Небольшую материальную поддержку оказывает администрация, компенсирует плату за жилое помещение. А еще тем многодетным семьям, у которых шесть и более детей, полагается ежемесячная выплата. Эти семьи на каждого ребенка ежемесячно получают по одной тысяче рублей до момента совершеннолетия ребенка. Как только, допустим, семья шесть человек, одному из детей исполняется 18, они уже под эту категорию не подходят, и мы им уже прекращаем выплаты. Владимир и Виктория общаются с многодетными родителями из других субъектов. Рассказывают, там проблем нет. Нуждающих все обеспечивают жильем, дают квартиры. Николаевичевы обращались в мэрию не единожды. Записывались на прием к губернатору, правда, их так и не пригласили. Помочь никто не обещает. В деле, конечно, свой дом хотелось бы, но... Не квартиры? Не квартиры, да, потому что таким количеством, конечно, лучше на земле детей растить, на природе. Вот, но так как земельный участок хоть и выделяется, но мы не видим пока возможности взять земельный участок и вот как-то его использовать так, чтобы он действительно какой-то реальный результат принес. Ну, что-то там вот дом затеять, строительство какое-то большое не можем. То есть материнского капитала явно, конечно, не хватит. В 2013 семья встала на очередь на улучшение жилищных условий. Они занимают 3962 место из 4000. Никаких преференций для многодетных семей в очереди нет. Несколько лет очередь не двигается. Жилых помещений не строят, а в наличии квартиры домов, удовлетворяющих требованиям закона, нет. Мы хотели бы говорить о радости, о счастье многодетной семьи, да, о преимуществах, так сказать, вот обо всем об этом. Но мы вынуждены говорить об этом, потому что ситуация такая, потому что вы видели, как дети там располагаются, они растут уже. Она и вместе с ростом детей растет проблема, и она не решается. И мы хотим избежать той ситуации, чтобы она стала в полный рост. Семья Виктории Николаевны может получить жилое помещение по коммерческому найму. Это возможность получить жилое помещение с ограниченным уровнем благоустройства. Это то жилье, которое мы даем временно гражданам до подхода очередности. С учетом такого большого состава семьи, нам нужно что-то подобрать, действительно, отдельную квартиру, но с ограниченным уровнем благоустройства. Но Виктория Николаевна к нам не обращается по этому вопросу. Поэтому мы ждем, приглашаем на прием, и недократно писали письма. Ограниченный уровень благоустройства – это жилье без воды или канализации. Такую семью вряд ли устроят. Есть еще один вариант – господдержка граждан в сфере ипотечного кредитования. Семье нужно взять кредит на покупку жилого помещения и предоставить документы об этом в мэрию. Причем сумма здесь роли не играет. А вот получит семья немалые средства. С учетом такого большого состава семьи сумма, конечно, будет немаленькая. То есть еще в зависимости от того, где Виктория Николаевна будет работать – в бюджетной сфере, либо в небюджетной сфере. Если мы говорим про бюджетную сферу, то посчитав на сегодняшний день, с учетом ее состава семьи, то это где-то миллион шестьсот будет субсидия. Если Виктория Николаевна будет работать в небюджетной сфере, там немножко поменьше процент, то тоже миллион, миллион семьдесят пять. В этой очереди больше двух сотен семей, но у многодетных есть привилегии. В прошлых годах деньги на эту программу федералы не выделяли. В этом году средства заложены. Шанс есть. Семью Николаевичевых чиновники пригласили в администрацию. Вопрос может сдвинуться с мертвой точки. Если нет, Владимир и Виктория собираются письмо с криком о помощи отправлять в Кремль. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.